Добрый вечер, участники и семинар. Добрый вечер, президиум. Буквально летом мы были на Атомэкспо, где обсуждались перспективы развития атомной энергетики. И было отмечено, что прогнозы на будущее, в отличие от 5-10 лет назад, показывают, что атомная энергетика не только не развивается, а даже немножко стагнирует. Это связано как с развитием альтернативной энергетики, так и с экологическими проблемами с точки зрения переработки отработавшего ядерного топлива. Также было показано на Атомэкспо, что хранить отработавшее ядерное топливо в целом виде практически бессмысленная задача. И что в рамках тех решений, которые делает госкорпорация, мы фактически научились, либо учимся обращаться с такими композициями, как это уран и плутонит, извлеченный из отработавшего ядерного топлива. Но как было показано в нескольких предыдущих докладах, мы практически пока слабо умеем эффективно обращаться с радиоактивными отходами, полученными из отработавшего ядерного топлива. В рамках существующих парадигм по глубинному захоронению тех продуктов, которые образуются от переработки отработавшего ядерного топлива, мы по-прежнему получаем стеклованные высокоактивные отходы. Вот они в таком пункте размещаются. Это, значит, саркофаг, в который загружается пенал с топливом из и само хранилище, где на сегодняшний день уже находится порядка 700 миллионов кюрей. Это стекловывание отходов на губку маяк. Это проходит в печах. На сегодняшний день уже построена пятая печь. Стекло варится, это алюмофосфатное, в соответствии с теми технологиями, которые были разработаны. И это варится в соответствии с теми нормативными документами, которые фактически появлялись с строительством этих печей. И буквально недавно, когда у нас вышли новые критерии приемлемости, получилось так, что большое количество отходов, которые мы на сегодняшний день имеем первого класса, фактически не соответствуют этим критериям приемлемости. Благодаря усилиям отрицания Николаевича Дорофеева об этом году и весной на маяке состоялся семинар, на котором, с одной стороны, частично были сняты вопросы по характеризации высокоактивных отходов маяка для будущего захоронения. А с другой стороны, появился целый набор вопросов, которые мы должны в ближайшее время это решить. И с этого года уже начались эти работы совместно с Ибра и РАН по их характеризации накопленного массива радиоактивных отходов. На сегодняшний день на маяке работает уже пятая печь П-500. В ней собраны наилучшие технические решения как по коррозии материалов в активной зоне плавки, по электродам с точки зрения безопасности и долговечности работы. Но это срок работы печей, как показала практика, достаточно короткий, это не более 5-6 лет, поэтому мы на сегодняшний день уже готовимся к новому комплексу остеклования. Новый комплекс остеклования будет состоять из двух цепочек. Первая цепочка это переработка яд вертических отреакторов на базе бора силикатного стекла, в том числе для возврата этого бора силикатного стекла от поставки иностранного топлива. А вторая цепочка это уменьшенная печь, это ИП-250 для алюмофосфатного стекла и также модуль на этой БХТ для переработки отдельных видов отходов. И при этом стоит отметить, что в рамках проекта нового комплекса, что печи прямого нагрева на первой цепочке должны быть это удаляемы, что это ИП-ХТ должен быть это удаляемым и это заменяемым во время работы так. И по ИП-250 на сегодняшний день проводятся работы, это в рамках НЕОКРА с точки зрения разборки и извлечений с последующим эдемонтажом этой печи. Если мы, как это было сказано в нескольких предыдущих презентациях, уйдем из парадигмы глубинного захоронения и формирования такого тяжелого стекла, то мы приходим к эдфракционированию. В принципе, для маяка эдфракционирование это не новая история, эдфракционирование мы фактически занимались всю свою жизнь и буквально в 2014-2015 году мы перестали выводить поток от Нептуния в отдельном направлении и стали подавать его на стекло. Работы по эдфракционированию на предприятии велись с 80-х годов, выделялись отдельные факции, в том числе и различные платиноиды. С 90-х годов начался поиск промышленных технологических решений и где-то в районе 4-5 года, когда большинство технологических решений, в том числе и РТ-2, были сформированы, эти работы были прекращены в рамках той экономической модели, которая существовала. И потенциально эти интересные фракции для переработки эдфракционирования ВАУ, они в принципе были сформулированы еще в 80-е годы. Это наиболее успешная установка по эдфракционированию, которая была запущена в 1996 году и предназначалась для выделения фракции катацезии и стронция для последующего изготовления источников гетонизирующего излучения. Эта установка ВАУ-35. В 1999 году к ней был добавлен узел осаждения для выделения фракции РЗ и трансплутониевых. И за время своей работы эта установка успешно переработала от 1500 кубических метров высокоактивных отходов, переведя их в среднеактивные отходы. И, значит, Андрей Юрьевич, совместно с коллегами где-то начиная с 2012 года начались работы по созданию новой технологии для выделения трансплутониевых и редкоземельных элементов. В 2015 году это успешно были проведены работы с радиоинститутом, и данная схема была взята за основу эдфракционирования в прорыве. И вот в прошлом году, в этом году и в следующем году мы с НИНЭМом фактически отрабатываем данную технологию для уже использования этого прорыва. Пока эти результаты очень положительные, и я думаю, что здесь перспективы хорошие. В 2015 году совместно с ИФХРАН были проведены эксперименты по выделению, по это разделению этой америции и Кюрия, как раз для создания последующей технологии и трансплутации на этой америции с помощью вытесительной хроматографии. Это были получены достаточно хорошие результаты по радиохимически чистым продуктам этой америции и Кюрия. Вместе с тем стоит отметить, что на данной технологии это можно легко разделять, это редкие земли по отдельным наборам. К сожалению, данная технология, это очень сложно, это масштабируется, но тем не менее позволяет получать продукт этой америции и Кюрия приемлемого качества. Буквально в прошлом году с коллегами из МГУ были проведены эксперименты по разделению этой фракции, этой америции и Кюрия, которые также показали положительные результаты в рамках технической системы. В заключении стоит сказать, что МАЯК обладает опытом разработки и внедрения и промышленной эксплуатации технологий кондиционирования и фракционирования как средних, так и высокоактивных отходов. МАЯК готов, в принципе, к выделению этой америции для создания цепочек трансмутации на быстрых реакторах. На МАЯКе есть, в принципе, все для быстрого внедрения технологий фракционирования и создания новых продуктов с точки зрения возвата поставщикам. Спасибо.